Диплом в кругу учёных приравнивался к Нобелевской. Его в своё время был удостоен отец водородной бомбы, академик Сахаров. Его был удостоен и человек, благодаря уму и гению которого Советский Союз первым и единственным в мире построил в Заполярье город. Да, и в 1936 году отец оказался в Норильске. Норильска ещё не было. Была тундра, была вечная мерзлота, нужно было строить город. Большой комбинат горно-металлургический. Руководство строительством это понимало. Оно знало, что отец закончил политехнический институт, гидротехнический факультет. Заниматься вечной мерзлотой было некому. И эта специальность оказалась наиболее близкой. С тех пор вся его жизнь была связана с вечной мерзлотой, с Норильским, с Норильским комбинатом. Много активных и талантливых строителей работали в нашей стране. И среди них я бы хотел подчеркнуть Кима Михаила Васильевича, который был в Ленинграде, и из Ленинграда был сослан в глубокую, далёкую северную тайгу, Норильск. Нынешний город Норильск. Он фактически создал этот город. Увидел что-то напоминающее на Ленинград. Невский проспект, только в уменьшенном масштабе. Как он вспоминал. Значит, их гнали этапами по сибирской тундре на север. И в нынешнем городе Норильске остановились, сказали, располагайся. И когда готовилась награда на представление на Ленинскую премию, весь авторский коллектив единодушно его выдавили первую фамилию. Не по алфавиту, а его фамилию отдельно, первым. Владимир Ким. Сын Михаила Васильевича. Москвич. Математик. Работает над воспоминаниями об отце. Математик. Работает над воспоминаниями об отце. 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 Субтитры создавал DimaTorzok